Как и любой вид миграции может быть как принудительной, так и добровольной. Если говорить про иммиграционные процессы в России, то следует прежде всего сказать, что до революционной России никогда не была страной массовой эмиграции, никогда не была страной массового исхода. И гораздо большую роль в истории Российской империи играла внутренняя колонизация, которая предполагает переселение на свободную землю внутри страны. За 200 лет, в этом процессе поучаствовало 15 миллионов жителей. Очень большой цех. Тем не менее, протоиммиграция в России конечно же существовала. Если разделять на определенный период времени, то следует сказать, что первый период протоиммиграции датируется 15 веком и первой половиной 19 века. Это как раз тот период, который и совпал с периодом колонизации. То есть, с одной стороны, внутренние перемещения в России достаточно развиты, достаточно распространены. С другой стороны, те люди, которые желают выходить за пределы Российской империи, дать определенные преграды. Так Иван III запретил свободный объект бояра от князя. Иван IV еще более ужесточает эти рамки. И при Иване IV, человек, который предполагает выходить за Куртубер, рассматривается как человек, которого соворотили, и он стал предателем или хочет отойти от религии. И поэтому предшественники современных иммигрантов в России это люди, которые покидали страну с риском для жизни. Надо сказать, что при Иване IV люди, которые выезжали из страны, покидали страну по каким-то причинам. В основном уезжали в Литву и Польшу. Это были беглые холопы. Это время как раз первых политических иммигрантов. Мы бы их назвали сегодня. Князь Андрей Куртубский, Иван Федоров, первый-первопечатник России. Андрей Куртубский очень хорошо описывает этот период времени, называя Россию страной, которая затворена, как ватная твердыня. Но при Борисе Годунову появляются люди, которых царь посылает за границу в интересах государства для подготовки к службе. Всего Борис Годунов послал за рубеж учиться 12 человек. Слово сказать, ни один из них не вернулся. Особенно эта практика усилилась при Петре I, когда в разные города Европы были посланы десятки людей. Если эти люди оставались за границей, то они также рассматривались как изменники. Постепенно появляются люди, которые по монарше милости выезжают за рубеж для получения образования и влечения по другим причинам. Но в этот период времени эмиграция никаким образом законодательно не регулируется. Нет порядка выезда за рубеж, подобного выезда за рубеж. Не существовало норм, которые рассматривали бы возвращенцы. Все было во власти монарха. Монарх разрешит, значит, человек уезжает. Не разрешит, значит, не уезжает. Так Пушкин в свое время Европу и не увидел, потому что его жизнь находилась под непосредственным контролем царя. В этот период времени, 17-18 век, Россия начинает покидать значительные массы некоторых национальных меньшинств. Это Калмыкия, например, порядка 200 тысяч уехал в 18 веке. Начинается эмиграция мусульман. Причиной то было присоединение Крымского ханства, войны, русско-турецкие войны, Кавказская война и некоторые другие причины. В этот же период начинается эмиграция по религиозным причинам. Прежде всего, начинает переселяться старообрядцы и молоками. Но до середины 19 века все-таки эмиграция была достаточно не единичным явлением, но не массовым явлением. Адекватного учета никак не учитывалось, никакой статистики не велось. Второй период эмиграции – это реформа 1861 года. То есть датируется реформа 1861 года. После крестьянской реформы и ряд других реформ, которые проводились в этот период времени, началась массовая эмиграция евреев. Причем она приобрела такой размах, что в 1880 году принимается дозволение евреям, которое позволило евреям уезжать из страны, но запретило им возвращаться. Таким образом, до революции это был единственный нормативный акт, который регулировал эмиграционный процесс. Но в частности, это касалось только еврейского населения. В этот же период времени, опять-таки, уезжают какие-то определенные национальные общества, общности, простите. Следующий этап начинается в 90-е годы, 19-е века, продолжается до начала Первой мировой войны. Вот этот этап интересен тем, что возникает феномен трудовой эмиграции. Трудовой эмиграции. И еще этот период, когда удельный рост, увеличивается удельный рост политической эмиграции. Дело в том, что усиливается террор и революционер, соответственно, реакция властей, ответные репрессии власти. И это также влияет на определенный взрыв эмиграции по политическим мотивам. Считается, что с 1861 года по 1915 год из Российской империи уехало порядка 4,5 миллиона человек. Но что интересно, большая часть эмигрантов уезжала не с территории центральной России, особенно на ее нынешних границах, а из других частей Российской империи. Украина, Малоруссия, это что называется, Балтийская губерния. Если говорить о самых известных российских эмигрантах в дореволюционное время, то это можно здесь назвать Гоголя, Герцена, Тургенева, Мечникова, Пирогова, Ленина, Горького. Ну и Тючев в какой-то степени тоже может рассматриваться как эмигрант. Правовое понятие эмиграции в дореволюционном законодательстве так своего отражения не получило. В этот период времени переход россиян в дуное гражданство законодательно отсутствовал. Можно было пребывать за границей, но в течение только 5 лет, после чего нужно было ходатайствовать о продлении срока. Если же этого не сделано, то человек подвергался вечной высылке, лишался гражданства и соответственного имущества. И как я уже сказала, сама эмиграция отпускалась только в отношении евреев. Если говорить, подводить итог вот этого дореволюционной эмиграции, то можно сказать, что на такие волны или периоды она не делится. Она делится по типологическим группам со смешанными критериями деления. Я предлагаю вам выделить религиозную эмиграцию, еврейскую, политическую и трудовую. Если говорить о трудовой, религиозной и еврейской, то люди, как правило, уезжали в страны Нового Света. То есть это США и Канада. Политическая эмиграция в основном, вот в политической эмиграции доминировало европейское направление. И еще один очень важный аспект. Дело в том, что в этот период времени не формируется русская диаспора с рубежом. То есть несмотря на то, что сам процесс был достаточно внушительным уже. Если говорить о волнах эмиграции из большевистской России уже, то выделяют, опять-таки, 4 волны. Разные авторы выделяют 3, 4, 5. И вот предлагаю остановиться на 4. И вот эта эмиграция, она качественная и качественная уже отличается от предреволюционной, от дореволюционной. Первая волна, как мы видели с вами на экране, датируется 18-22 годами, когда военные и гражданские лица бежали в ходе революции, гражданской войны, от голода и избавшихся в России. В этот период времени, опять-таки, мы с вами видели, по разным оценкам, достигает от 1,5 до 3 миллионов человек. Эту эмиграцию еще называют эмиграцией белой эмиграции, либо эмиграцией первой волны. Вот как исторический феномен, эта эмиграция, она уникальна. Опять-таки, по своему качественному и количественному плану, она стала первым, самым масштабным в истории эмиграционным движением. Она осуществлялась в очень жаттые сроки и знаменовала собой перенос на чужую почву целого общественно-культурного слоя, для существования которого на родине уже не имелось достаточных предпосылок. Это как раз то время, когда начинается формироваться так называемый русский мир за рубежом. Следующая волна, это волна 1941-1944 год, как долицы, перемещенные за границей, в ходе второй мировой волны, и уклоняются от репатриации на родину, как Юра назвал, невозвращенцы. Только вот цифры здесь, опять-таки, очень разные, разные источники называют абсолютно разные цифры, но приблизительно это от 400 до 800 тысяч человек. Третья волна, это 1948-й, конец 80-х годов, который называется эмиграция периода холодной войны. И опять-таки, эта эмиграция характерна тем, что она называется, во-первых, добровольной, хотя представляет собой два основных составляющих. Две основные составляющие. Первая, это все-таки люди, которые были высланы за рубеж, и вторая, это люди, которые, ну, вот такие нормальные эмигранты, да, которые добровольно покидали страну, хотя вот добровольно здесь тоже очень условная была. И вот эта волна, третья волна, еще называют еврейской эмиграцией, потому что до 80-х годов евреи в основном составляли большинство в этой волне эмиграции. Считается, что за этот период времени уехало чуть более 1 миллиона человек. И четвертая волна эмиграции, это вот начиная с 90-х годов и по настоящее время, считается, опять-таки, что по сути это такая более-менее цивилизованная эмиграция в российской истории. Если подводить итог и сравнивать, да, вот прото-эмиграцию и эмиграцию в нашем обыденном понимании, да, вот уже с 17 века в настоящее время, то следует сказать, что эмиграция, которая была с 17-го года, она в основном, конечно, была политическая эмиграция. Если рассматривать дореволюционную ситуацию, то доля русского населения в этой эмиграции была достаточно незначительной, связанная с очень многими моментами. В основном это были люди, которые меньшинство национальное, неконфессиональное, которые по тем иным причинам не притеснялись. Если говорить про про существенное, самое существенное отличие, это, на мой взгляд, именно эмиграция, да, вот первая волна эмиграции, и там первая, вторая, третья волна, то это как раз тот период времени, когда начинает формироваться русская зарубежь, что само по себе очень удивительно и очень такой значимый факт. Ну, все, спасибо. Спасибо.